Трехпролетный мост, который называется Прачечный. Когда он строился, это было еще при Екатерине, второй половине 18-го века, на левом берегу Пантовки работали дворцовые прачечные. За долгие годы своего существования мост не протерпел существующих изменений, и что удивительно, никогда не менял своего названия. А в советское время почти все наши улицы, площади и даже мосты были переименованы. Уже в 20-м веке Смел Маршак, какие напишут строчки. Все то, чего коснется человек, приобретает мечтать человече. Вот это темно прослужившие, почти умеет пользоваться речью. Да, вместе к нам, говорит Нева, Странится в огне, ложится мерзкий. Пусть лет несет, а Нега на голова. Обновь вспоминает островок, отрази же бродит достает с ним. Как мы с вами сейчас пройдем под мостом, как раз и попадем в тот самый уголок, между фонтанкой и Невоем, где живет Петровске. И обратите внимание, в фонтанку входят на зеленый сайт светофора. И кровь есть, и светофоры бывают. По правду, на этом почти всегда зеленый галитрия, и это красный галитрия. Смотрите направо. Двухэтажное каменное здание – это самый настоящий дворец. В самое время первый генерал-губернатор города Александр Данилович Меньшиков. Есть несколько дворцов в Нево-Петербурге. В одном из них была Северская мостная. Было аж 150 помещений. На набережной справа в виде небольшое изящное здание – это кофейный бомб. Его уже в XIX веке построили парадное счастье летнего сада. А вот дальше это уже начиналось хозяйственный огород. Выращивались поваренные травы, фрукты и овощи. Наверное сейчас посмотрите. Здание с зелеными пополами – это высшее училище правоведения. В XIX веке его воспитанники носили форму. Он держал по зеленому цвету, а зимой еще и пожиковые шапки. Вот только из-за этой формы они получили праздниче Чижики-Петужики. В далеком месте они отличались примерным поведением. И песенка «Нево-Петербург» в городе очень популярная. Чижик, той же где-то был, на фонтанке, год купил. Это не практичка песенка, а как раз про воспитанников училище правоведения, будущих юристов. На самом-то Чижик скульптурка он не так давно появился, в 1994 году. И вообще появление его на фонтанке – это результат работы конкурса юмористов «Золотой остатки». Мы вернемся к летнему саду. Славился он, когда вы скульптурами, ознаменить было фонтанами. А хитрити получила название «Дариха фонтанка». К сожалению, фонтанная система полностью была разрушена во время одного из катастрофических налогений. Тогда лица Катерина Великая не сочла возможного ее восстанавливать. А вот в наше время такую возможность нашли. Во время реставрации восстановили осень фонтанов, из когда-то существовало, что здесь 50. А все оригинальные скульптуры заменили копией. Оригиналы теперь хранятся в открытом ходе скульптуры Михайловского замка. А копии можно увидеть здесь, в летнем саду, в любой день, до 10 часов вечера, рано вторника. Ведь, как ни странно это звучит, летний сад – это тоже филиал русского музея, как во всех филиалах, по вторникам саду выходной. С одной стороны протяженное здание, на месте которого при Петре находилась партикулярная века. Это значит, что суда, которые здесь строились, предназначались для гражданского, а не для военного населения. Тоже здесь строят каменные амбары для хранения соли и вина. И до сих пор вся территория с другой стороны, весь квартал, официально называется «Соляной городок». Кто вдруг изобретен Чижиков тоже, а вот он с правой стороны стоит, и вот он на своем юзистане. Слева все здания разновременной постройки, самое молодое из них угловое, оно после войны уже появилось на месте разрушенного. А вот два следующих небольших цветных дома. В самом начале 20 века молодой архитектор, тогда еще начинающий, Алексей Щусин, строят для графа Алсу в его сыре Петровского барокко. Из личности не принесет ему славы. Архитектор Щусин прославится в советское время. Построят мавзолей Ленина в Москве на Красной площади. Разболея слева с длинным балконом 19 века построили. Тогда, в 30-е годы, здесь работало третье отделение, ведущее политическим сыском. А уже в начале 20 века в доме жил и работал Петр Аркадьевич Столыбин, преседатель Совета Министров России. Слева три дома с треугольными фронтонами и белоколонными портиками. Типичное построение конца 18 века. Еще при Петре разработаны были всего три типовых проекта для строительства домов в городе. Для зажиточных людей, для именитых, вот такие дома, как эти. А третий тип – простые, скромные, одноэтажные дома для подлых людей. Только слово «подля» означало тогда неимущий, бедный, а в осени отрицательную черту характера. И заплатил вовремя подлых, вот ты, подлых человек, подлец. А с левой, а выше здания, статусе антиклариат на первом этаже, это уже конец 19 века. Архитектор и я потом перестроили для семьи своей. Семья была большая, занимала весь третий этаж этого дома. Вот смотрите, вот третий этаж выгодно от других отличается. Остальные квартиры сдавались в наем, то есть дом был доходный. Но если рассмотрели и при этом еще не успели забыть фильм «Питера Фан», то его главная героиня по фильму как раз в этом доме на фонтанке живет. Желтое здание с главной полуколонной, дом не жуло. Дворцы и частные особняки название получали по фамилиям «Последний холодильник». Начался обычный жилой дом, так же, как на следующем, рядом с ним, с левой стороны. Во время экскурсии успевали его обращать внимание не только на здания, а еще и на рисунке оград наших рек и каналов. Сначала ведь задумывалось так, чтобы каждая река имела свой, неповторимый рисунок ограды. Если бы мы попали в эту часть города в начале 19 века, то только в спирном на рисунок ограды набережной могли бы понять сразу, на фонтанке находимся. По-моему, в наше время это правило часто нарушается. Пройдем под мостом Геленского, и дальше смотрите, рисунок ограды набережной совсем уже будет другим. Точно таким же, как на реке Мойки. За фонтанке без включения потеряется на грани только на одном небольшом ее участке, между двумя мостами. Часто город называют музеем мостов. Справедливо, конечно, но вот сколько мостов в Петербурге вам точно никто и никогда не скажет. Разные справочники дадут весьма разные данные. Долго не могли прийти к общему мнению, как мосты считать. Ну а 10 лет назад к юбилею решили сосчитать наконец-то всех, даже в парках, через маленькие ручейки и речки. Получили солидное число – 539. Но это было 10 лет назад. Сколько за это время мостов появилось, никто пока не сосчитал точно. Подходим к одному из самых красивых мостов Петербурга – к Аничковому мосту. И именно с таким ударением на второй слог название его произносится. К женскому имени Аничка не имеет никакого отношения. Мост получает название по фамилии подполковника Аничкова. Он руководил строительством деревянного моста на том же месте еще в 18 веке. По знаменитой скульптурной группе Петра Крыловича Клотка – укрощение «Коня Человеково» появились на мосту лишь в среднем века 19-го. Вот сейчас вперед на мост посмотрите, с воды можно будет сразу одним взглядом охватить все четыре структурные композиции. А сам-то Клот хотел, чтобы их рассматривали по одной, по очереди. Начинать надо с той, которая на мосту слева, ближе к нам, а идти по часовой стрелке. Соответственно, последней будет правая, тоже к нам ближняя композиция. Там, где понижал кращок, человек укрощил коня и спокойно шагает рядом с ним. Подходим к зданию, которая начиналась наша институция. Сейчас нам приближет национальный беда.